Министр регионального развития, он же председатель оргкомитета по подготовке празднования 450-летия Орла, на объекты со всеми вместе не поехал. Был занят обсуждениями вопросов насущных с руководством области. Не было и мэра. Рассказывали о прекрасном будущем, которое нас ожидает в 2016 году заместители градоначальника. Особое внимание слиянию Оки и Орлика. Здесь на деньги федеральные обновят стелу, построят Кремль, прототип древней постройки. На деревянное строение затратят аж 2 миллиарда рублей. Предполагается выполнить музейный комплекс в составе этой крепости. Также выполнить там те постройки, которые были в 17 веке на этом месте. Воспроизвести работу ремесленников. Объект номер 2 – школа на Наугорке. Здесь пока учатся только начальные классы. К юбилею города, вполне вероятно, появится здание и для старшеклассников. А уже в этом году здесь же построят детский сад. Будут федеральные средства и для многофункционального медицинского центра областной клинической больницы. Деньги придут уже к 2012 году. После обсуждения на местах заседание уже в полном составе продолжилось в Грине. Разговор, как заметил министр Виктор Басаргин, начали непразднично. Глава региона разразился громом на подчиненных. Слишком медленно готовят документы на новые объекты. Хотя, как позже признался, время-то еще есть. Смоленску, по-моему, до юбилея осталось Виктор Федорович 2 года. Какой-нибудь там не валялся еще. А мы отсидим, у нас, значит, есть еще время. Мы можем себе позволить еще покачаться немножко. Основные поступления средств, а это ни много ни мало 13 миллиардов рублей, ожидаются после 2012 года. Тогда первым делом возьмутся за набережную. Привести в порядок берега реки – дело чести, заявил глава региона. Пример меньше, чтобы мне сказать. Ну, просто мне сказать. Если делаем, то делать как положено. И чтобы было на века. В общем, на празднование Орловского юбилея задумали 69 мероприятий. Это и постройка детских садов, их к 2016 году появится три, и модернизация здравоохранения. Достанется и спорту, и культуре. Виктор Басаргин и его коллеги заверили – Орловщине помогут. Тем более, что столичным гостям у нас понравилось. Ведется работа на отдельных социальных объектах. Все, что связано со строительством школы, детских дошкольных учреждений. Обозначили проблему, связанную с многопрофильным медицинским центром. Сегодня есть такая проблема. Заглянули чуть-чуть в перспективу. Татьяна Суворова и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.